Власти Ирака Власти Ирака и Леванта в последние недели с боями продвигаются по стране, находятся уже в нескольких десятках километров от Багдада. Впрочем, как сообщается, в последние дни иракская армия достигла некоторых успехов совместно с отрядами Пешмерга, действующими на территории Иракского Курдистана, а также с вооруженными формированиями из числа некоторых местных племен. Ей удалось отбить наступление исламистов на город Баакуба, потеснить их в городе Масул и освободить города Тикрит, Самара и Таджи. МИД России выразил солидарность с действиями правительства Ирака, призвал международное сообщество поддержать Багдад в борьбе с боевиками. А что может международное сообщество на этом этапе? С чем связано нынешнее обострение ситуации в Ираке? Мы поговорим об этом с нашим гостем, в нашей студии заслуженный деятель науки России Георгий Мирский. Здравствуйте, Георгий Ильич. Добрый вечер. Добрый вечер. Последние сообщения, ну это одни из последних, о том, что в ближайшие часы иракская армия готовится начать повернуться, переломить ситуацию намеренно, по крайней мере, и готовится к операции по освобождению городов, захваченных боевиками. Как вы оцениваете шансы армии? Не верю совершенно. Все это сообщение, что они освободили Тикрит. Про Самару вообще нечего говорить, потому что до Самары боевики не дошли. А Тикрит они взяли и удерживают. Более того, они сегодня заняли, по крайней мере, половину Бакубы. Это совсем близко от Багдада. И что еще хуже, крупнейший нефтеочистительный завод в Байджи они атаковали и наполовину, может быть, взяли. Дело в том, что иракская армия мало чего стоит. Она мало чего стоит по той простой причине, что, как сказал бывший премьер-министр Айад Аллауи, я слышал на днях его интервью, им не за что воевать. В смысле, нет мотивации? Нет никакой мотивации. Понимаете, вообще получается, смотрите, вот на Арабском Востоке по-настоящему здорово, самоотверженно воюют. Кто? Исламисты. Вот эти вот отморозки, изуверы. Вот они, люди из Аль-Каиды. Что такое вот этот фронт, который наступает? Исламское государство. Ирака. Что это за войско, да? Из кого оно состоит? Это третье поколение тех людей, которые в 80-х годах воевали в Афганистане против советской армии. Десять лет назад воевали в Ираке против американской армии. Потом, тогда они назывались в Ираке, Аль-Каида в Ираке. Сейчас они называются, просто переименовались, сейчас они называются Исламское государство Ирака и Леванта. Они перешли в Сирию, повоевали там, наломали дров, восстановили против себя население. Более того, они добились того, они оказали огромную помощь Башару Асаду. Казалось бы, пришли его злейшие враги. Но именно потому, что они отпугнули от себя население, А еще важнее, что они отпугнули Запад. Барак Обама, от него же просят вот эти ракетные комплексы, вот эти зенитные, чтобы сбивать самолет. Он не дает? Потому что он боится, что попадет в руки вот этих людей. Это же люди Бен Ладена. И они будут сбивать совсем другие самолеты. А Бен Ладен-то ведь он что создал? Он ведь не только Аль-Каиду создал. Он создал Всемирный Исламский фронт борьбы против евреев и крестоносцев. Гостоносцы – это вообще западные люди. Вот представляете себе? Барак Обама, он же понимает, сколько ведер помоев на него выльют в Америке, если окажется, что он помог прийти к власти вот этим башебузукам, головорезам, этим убийцам. Поэтому он им не дает оружие. А без этого у них что остается? Только боевой дух. И вот в этом отношении, конечно, они превосходят сирийскую армию. Точно так же, как иракские вот эти ребята превосходят официальную правительственную армию. Потому что обычно солдатцы есть солдат. А для них-то это же люди беспощадные, жестокие. Они бесстрашные бойцы. Для них величайшее счастье – умереть за дело Аллах. Понимаете? Вот в чем дело. Иначе, чем вы объясните, то, что три года Башар Алясад не может справиться с этой кучей террористов-наемников, как он говорит. Так вот, вернемся к Ираку. Значит, вот что это за люди. Вчера было объявлено, что они расстреляли 1700 солдат, взятых в плен армии. Да, да, да. А правительственная армия, она же наполовину состоит из шиитов, наполовину из суннидов. Величайшей ошибкой американцев было то, что они, разгромив режим Саддама Хусейна, за это, конечно, они заслужили благодарности. Это был фашистский режим, самый настоящий. Но они зря сделали, что они распустили армию. Десятки тысяч офицеров, в основном суннитов, наверху там были всегда сунниты, внизу шииты. Все перевернулись, последние стали первыми. Десятки тысяч офицеров-суннитов оказались у разбитого корейта. И многие сейчас воюют, как раз против правительства. И американцы много там наломали дров. В частности, именно они поставили у власти Нурри Альмалики. Человеку, которому просто противопоказано быть. Понимаете? Он, конечно, человек энергичный, хитрый, волевой. Но он настолько ненавидит суннитов. Он же глава древнейшей шиитской партии. Адауа. Он ненавидит их. Он их вытеснил отовсюду, сколько можно. И вот почему сейчас такой успех этих вот головорезов, которые пришли из Сирии, обратно пересекли границу? Я вам говорю, сначала они были в Ираке, в Сирии обратно. А это вот с этим связано, я прошу прощения, что тот факт, что конфликт обострился так серьезно именно сейчас. Хотя, если я не ошибаюсь, последний американский солдат ушел из Ирака уже два с половиной года назад. Да, американцев нет. В самом конце 2011 года. Обострился, тем не менее, это сейчас? Это связано с тем, что они пришли из Сирии, откуда они были выдавлены? Это связано в первую очередь с тем, что Нури Аль-Малеке и его швейцкая власть суннитов достали уже абсолютно. Понимаете, что получилось? Вот 10 лет тому назад Аль-Каида пришла впервые в Ирак. Все сунниты были в восторге, наконец пришли наши люди, понимаете, которые нам помогут бить оккупантов, бить американцев. Но они своими зверствами довели иракских суннитов до того, что те решили, что, конечно, Америка это плохо, но Аль-Каида еще хуже. И у них был альянс с американцем против Аль-Каида тогда. Казалось, все, им конец. Тут подоспела арабская весна, война в Сирии, в Сирии они поднялись, они укрепились, а за это время Нури Аль-Малеке проявил себя как человек, который не способен объединить нацию, не способен, который все делает в интересах шиитов, это раз. Во-вторых, американцы ушли, он полностью переориентировался на Иран. Это вот уже сунниты забыть не могут. И получилось, что те суннитские шейхи племен центральной части страны, которые, я говорю, несколько лет тому назад объединились с американцами в борьбе против Аль-Каида, сейчас все это забыто, сейчас у них страшный враг Нури Аль-Малеке, атмосфера изменилась. И они перешли, те головорезы, перешли обратно из Сирии в Ирак, откуда они вышли, к ним приснились добровольцы откуда угодно. Когда в Афганистане мы воевали против этих, нас называли как душманы, помните, душманы, моджахеды, там же было сколько угодно воевало мусульман с разных стран. И здесь, тут и чеченцев полно, кого хотите. И вот они рванули, захватили Масул. Конечно, главная их мечта – это создать халифат. Ну, конечно, не тот великий халифат, который когда-то был от границ Китая до границ Франции. Этого уже не будет. У них есть программа максимума создать свою исламскую власть, вот эту вот такую, ну, типа талибов, знаете, где женщины ходят, вот в паранжах вот этих, запрещено алкоголь употреблять, курить и вообще, черт-те что. На какой территории? Вот как талибы. Вот что талибы, что это? Это изуверы, понимаете? Они рассчитывают на какую территорию? В принципе, я говорю, программа максимум – Пакистан, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, если удастся, то Палестина, по дороге уничтожив Израиль, конечно, вот, Египет, если повезет. Но это у них не получится, а программа минимум – это вот, как видно из их названия, исламское государство, Ирака и Леванта, то есть Сирии, с Ливаном. Вот если им это удастся, это очень плохо, что все начнется и уже начинается. Во-первых, Иран, как великая шиитская держава, не может терпеть рядом с собой вот этого суннитского, джихадистского государства, резко антишиитов, антишиитски настроенного. Потому что ведь когда они были, вот я говорю, в Ираке, воевали с американцами, они много американцев убили, но они еще больше убили арабов-шиитов. Понимаете? Ненависть к шиитам безгранична. И все их руководители всегда говорят, что шииты, они почти что, с наших глазах, почти что такие же, как американцы и евреи. А что может быть хуже? Понимаете? Вот. Поэтому они сейчас хотели бы создать вот это государство с главным городом в Масуле. Багдад они не возьмут, конечно, говорить нечего. Там примерно 6 миллионов населения, но из них не меньше 2 миллионов шиитов. А уже сейчас мчатся с юга, где живут шииты с юга Ирака, по призыву великого Аятоллы Ассистани, который 10 лет молчал. А вот сказал свое веское слово. Все на борьбу. Потому что они ведь угрожают не только Багдад захватить, но священные города. В первую очередь, Корбелу, где похоронен кто? Хусейн, сын Али, внук пророка Мухаммада. Шииты устремились оттуда. А это люди боевые, знаете, их так просто не возьмешь. На север двигаться дальше им тоже не придется, потому что там курды, курдистан-то фактически самостоятельный, де-факто. Они не будут выходить из состава Ирака, чтобы не восстанавливать в себя турок и иранцев. Тогда это будет выглядеть как начало создания великого Курдистана. Нет. Я помню, 11 лет назад там был, я разговаривал с руководителем их, Талабани, он сейчас президент всего Ирака. Он мне сказал, нет, мы останемся де-факто самостоятельным, но формально, как регион федеративной Иракской республики. Так оно и есть. Но он также мне сказал, я помню, приезжайте в Москву, профессор, всем скажите. Киркук, город Киркук, это наш курдский Иерусалим. Киркук, а он был в арабской части страны. Так вот сейчас, пользуясь заварухой, понимаете, когда где-то что-то происходит, раз, хапнет по-тихому, и все. И потом уже, кто у тебя что отнимет. Вот они так и сделали. Киркук будет и главным городом. Кирилл Ильич, можно вопрос, короткую реплику, скажем так, и вопрос. Вот вы сейчас рассказываете, да и вообще сейчас такое время, когда, даже если речь идет об Ираке, когда речь идет о войне, ассоциации всякие с Украиной волей-неволей напрашиваются, когда вы говорите о деморализованной армии, например, на Юго-Востоке, бойцы, скажем так, говорят о том, что армия киевская деморализованная, хотя лучше вооружена. В Ираке протестания уже много лет, да, и вы говорите тоже о деморализованной армии, которая, тем не менее, продолжает сражаться. И с другой стороны, о трех поколениях бойцов, трех. Каким образом обе стороны не деморализованы до конца, каким образом не выдохлись, и главным образом вот наступающая сторона? Нет, когда я говорю о трех поколениях, я имею ввиду тех, кто воевал сначала в Афганистане, потом в Ираке, потом в Сирии, сейчас опять в Ираке. Некоторые из них те же самые люди, конечно, постаревшие немножко. А они не десяток, не один десяток лет некоторые воюют, получается, да? Некоторые воюют, ну а что? Ради великого дела, ради дела ислама, почему же не воевать? То есть это религия, это вопрос религии, их удерживает вот это, их заставляет вести ту жизнь. Сейчас, вот я говорю, что самое опасное может быть это начало, жуткой, колоссальной, кровавой конфронтации между шиитами и сунитами, между двумя фундаментализмами мусульманскими, шиитским и сунитским. Иран не потерпит, конечно, этого. Он пришлет войска, но что значит войска? Армию туда ввести нельзя, потому что, во-первых, почти полторы тысячи лет арабы и персы живут как кошка с собакой, они друг друга не любят. Во-вторых, восемь лет воевали в 80-х годах, помните, война между Ираном и Ираком. И сейчас зрелище персидских солдат, марширующих по улицам арабских городов, можете представить, какие чувства будут даже у шиитов, зиноверцев. Так что нет, они пошлют туда отряды корпуса стражей исламской революции, такие военизированные, переодетые, зеленые человечки такие вот. Вот они туда придут. Это бесспорно. С другой стороны, это будут шиитские отряды, которые с юга придут. Поэтому выше Багдада они не возьмут. Они могут захватить аэропорт, они могут пробиться в сунитские кварталы, где их ребята давно уже действуют, которые занимаются террором и диверсиями уже столько лет. Это может быть. Но тут возникает вопрос насчет американцев. Сейчас Нори Аль-Малике, вообще-то ему пора уходить. Я думаю, слава богу, для Ирака будет, если его к чертовой матери просто поганой метлой выгонят, другого поставят. Но не в этом дело. Для Барака Обамы чрезвычайно сложная ситуация. Надо выручать не его, Нори Аль-Малике, кому он нужен, а выручать власть, чтобы не допустить прихода туда, в Агдад, вот этих людей, для которых священная заповедь Усама Бен Ладена убивать американцев, где только вы их увидите по всему земному шару. Понимаете? Поэтому, говорю, почему Барак Обама не дает серьезного оружия этим экстремистам в Сирии? Именно потому, чтобы они не захватили власть. А что он может сделать? Что международное сообщество здесь вообще может сделать? Сообщество ничего не сделает. Американцы могут прислать авиацию, могут прислать беспилотники. Ну, собственно, как и просят правительство. Как и просят правительство, правильно. Но Барак Обаму... Понимаете, в чем тут сложность-то? Если получится, что американцы решительно и категорически встают на одну сторону, на шиитскую сторону, это значит, что они отталкивают от себя суннитов, которые составляют девять десятых населения Ближнего Востока мусульманского. Они отталкивают от себя своего главного союзника, Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия тоже терпеть не может Аль-Каиду, конечно. Но саудовцы, египтяне, палестинцы, 75% сирийцев, эрданцы – это все сунниты. И как бы они ни относились к тому, что происходит в Ираке, но увидев, что американцы помогают шиитской власти в Багдаде убивать суннитов, какие бы ни были эти ублюдки, эти сунниты, но это свои, понимаете? Можно оттолкнуть суннитов. Барак Обама этого боится, понимаете, что не получилось так, что он больше проиграет. Поэтому и помогать надо. Даже вместе с Ираном, как я вчера написал в своем блоге на Эхе Москвы, мы еще можем увидеть зрелище, о котором никто даже, кроме ненормального человека, не мог предположить, как иранская пехота идет в атаку с поддержкой с воздуха американской авиации. Ну, это я, конечно, сказал так, доказаться отца. Но, в принципе, вот этот альянс, нечестивый альянс между двумя врагами, вполне возможен. Тем более, смотрите, то сейчас вроде бы идут к успешному завершению переговоры между Западом и Ираном по иранской ядерной программе. Раз так, почему бы и не объединиться с иранцем против общего врага? Спасибо, Георгий. Там сам черт ногу свой. Я представила себе утро Барака Обама, которому вот так вот докладывают, он участвует в этой дискуссии, то он говорит, ну хорошо, а теперь Украина. Спасибо большое. В нашей студии был заслуженный деятель науки России Георгий Мирский.